Он выскочка, самозванец, у него нет никакой сертификации. Но я вообще ничего не заработал. И вот это меня так выбесило. Это неприлично. Это как вот про размер органов всяких спрашивать. Думаю, как бред. Что может быть в танце? Я, значит, сижу такой весь, как павлин наряженный. Ну, такое прям вот жизнь удалась. Это сложно стоит. Не хочешь, да? Ну, не очень. Посмотрите, какие у меня руки. Какие у меня офигенные руки. Андрей Парабелум. Крестный отец всех инфобизнесменов в России и странах СНГ. Человек, который научил бизнес-молодость, как правильно зарабатывать на продаже информации. С Андреем меня познакомил Александр Молчанов, с которым мы делали недавно интервью. Саша сценарист. И у него, кстати, через пару месяцев стартует онлайн-курс «Сценарий телесериала». Все подробности будут в описании. Подписывайтесь на канал. У нас здесь много нескучных интервью с умными людьми. Ставьте колокольчик и приятного вам просмотра. Давай поговорим о той ситуации, которая возникла на рынке, когда ты, по сути, научил всех, как делать инфобизнес. И они в какой-то момент стали более популярные, более известные. Круто. Я рад. Ну, то есть, как учитель... Нет, я не говорю, есть ли обида или нет. Нет, даже не в обиду. Я горд тем, что у меня много учеников, которые и часть из них собирают тысячные залы, некоторые пятитысячные залы. И прям это здорово. А кто среди самых именитых? Вот я с Петей общался, он сказал, что он сильно повлиял на него. Ну да, он в коучинге был два с половиной года. Он научился продавать со сцены. А кто еще из таких, кто был в коучинге или учился и теперь собирает стадион? Ну, Капустин, например, Сергей Капустин, который сейчас онлайн-школы двигает. Он был в коучинге. Саша Молчанов, Тимур Тажетдинов, Александр Белановский. Да много. Через меня прям много-много прошло. Я не говорю тех, кто был на тренингах. На тренингах список еще больше. Ко мне Радислав Гондопас приезжал, и Левитас приезжал, и Довлатов, и Свия. И там список еще больше. Я говорю про тех, в кого я вложил, не знаю, год своей жизни. У них какое отношение? Благодарность или теперь конкуренция? По-разному. Ну, то есть... Есть ученики бывшие, с которыми... Да. Войны терки? Были войны. До, наверное, до тех пор, пока я Демчуга не повстречал. Вадима Демчуга учился, он очень сильно мне повлиял. Прямо крайне сильно. Это было буквально года, наверное, три назад. Он же актер, да? Он актер, но у нее есть своя школа. Школа игры. И вот он, на самом деле, очень глубокий человек. И я приехал к нему, ожидая увидеть Купитмана. А увидел Фрэнки Шоу, увидел Мистера Фримена, и увидел человека, который опоясывает все аспекты бытия. И прям, ну, очень сильно. Вот меня очень сильно, конечно, вштырило после Вадима. Я, честно, я впервые узнал, что он... У него есть сейчас свой театр. Очень советую. У них постановка называется «Закрой глаза и смотри». Угу. Я каждый раз туда... Она каждый раз разная. Каждый раз разный набор великих, которых они показывают людей. А у меня каждый раз на слезы пробивает. У них «Арлики не ада», «Закрой глаза и смотри» и «Козья морда». Вот «Закрой глаза и смотри» — это самый сильный театральный опыт, который у меня вообще когда-либо был. И запустился какой-то механизм глубинных изменений. Я начал прям внутрь. Путешествие снаружи — это отражение того, что внутри. Было прям очень сильное погружение внутрь. И очищение какое-то. Я в «Крукосветку» поехал, чтобы разобраться в себе больше. Такое было внешнее путешествие по внутреннему миру. Замирился со всеми, с кем я когда-то враждовал. Продных мест, а новые почему-то возникли. Но это как с «Света» место пусто не бывает. Я просто пропустил момент, когда он стал тренером. Но он давно очень тренером, просто не сильно пиарится. Не сильно пиарится, видимо, да. Это как замена малоприбыльной кинодеятельности? Это нет. Это тренерская деятельность. У Вадима не дает большие… Это не инфобизнес. Если бы я туда пошел, я бы перестроил нафиг. А почему не было обратных советов каких-то? У меня в роли того, что это профессиональная деятельность, я не работаю без запроса. Если запрос есть в мою сторону, я с удовольствием помогаю. Если запроса нет, то как бы… Я просто наблюдающий. Ну, можно рано еще, может быть, человек не хочет. Не всем нужны, не у всех большие амбиции. Не все хотят огромные залы. Самая комфортабельная работа – это до 50 человек в группе. Это самая интересная, самая комфортабельная работа. Нас же Саша познакомил Молчанов. С ним вышло вчера интервью. И я ему позвонил перед интервью, говорю, о чем интересно поговорить с Андреем. Он говорит, у него… Ну, я дословно. У него охуительная личная история. Ну, такая необычная, это точно. Я крайне не люблю вопросы, типа, в духе, с чего ты начинал, но… Любую, я на любую готов. Я… Но здесь очень хочется. Я хочу переместиться во времени вот там, где были газеты. О, это совсем давно, да. Брат Молчий пришел, средний, я старший. Пришел, говорит, слушай, прикольная тема, пошли газеты продавать на электричках. Я говорю, не, я не готов, как бы. Я людей, ну, я интроверт, мне сложно общаться. Было, по крайней мере. Он говорит, да фигня вопрос, денег заработаем. А как раз с деньгами была проблема. Вот, я посмотрел, как он раз сходил, денег принес, второй раз сходил, денег принес. На третий день я думаю, ладно, пойду я с ним схожу. И как-то у нас так хорошо получалось, что у меня я язык свой разболтал. Где-то через неделю я уже вовсю со всеми незнакомцами, у меня было все равно совершенно. Вот, и мы так, мы могли за день заработать больше, чем родители, за месяц. Мы в Мытищах жили, вот как раз электричка Мытища Москва, это было то, где мы продавали газеты. Я знаю просто, что в какой-то момент брат не мог это делать. Это было вообще интересно. Мы с ним поделили, что он там работает днем, а я работаю вечером ближе. А у меня в тот день, как раз, я до девушки уехал. Все, запоздал, думаю, ладно, поздно все раскидаю, успею. Я приезжаю где-то в 11 часов на Ярославский вокзал, у нас была ячейка за нами закреплена. Открываю эту ячейку, и вижу, она битком газетами. Я понимаю, что у меня осталось буквально всего ничего. Потому что в 3-4 утра выходят новые газеты, старые, соответственно, все. А это все наши деньги. Это вся наша оборотка была. И я понял, что у меня задача, ну то есть продавать, как я продавал раньше, невозможно. Надо была задача, чтобы каждый ушел минимум с одной газетой. У меня было две тогда. И я, значит, набрал себе сколько можно и пошел, придумал. Заходил в вагон и говорил, что фонд поддержки молодых студентов в моем лице делает акцию, что вот возьмите газету, заплати сколько сможет. И от меня никто не уходил без газеты. Даже если они не платили, их сосед видел, что они не платили, и платили в полстуду в два раза больше. Я денег собрал тогда очень хорошо. Я за две ходки скинул все газеты и прям подсобрал очень много. А вот эта стратегия, кстати, рабочая вообще? Заплати сколько можно? Это зависит от аудитории, от твоего состояния в каком-то. Если у тебя драйв идет, то я думаю, да. Если ты будешь тухлый, то, скорее всего, нет. Я работал еще в Рейдисон-Славянской, я работал швейцаром. Было тоже интересное, интересный опыт был. Вот, параллельно учился в двух университетах, и потом мы переехали, как раз четвертого курса, мы уехали в Канаду. Я, папа и средний брат. И это было непросто, потому что, ну, я думал, что я хорошо говорю по-английски, и на самом деле я говорил это неплохо, но вот язык, на котором говорили канадцы, я не понимал вообще практически. Было два, особенно пару лет было очень тяжело. В первые, там, через несколько месяцев мы поехали тоже с братом, пошли продавать мороженое на велосипедах. Мы работали на ребят русских. Любовь Успенская, вот это ее братья. У них там дистрибуция еды, и один из бизнесов – это вот развоз мороженого. То есть мы ездили на трехколесных велосипедах с огромной бандурой, звонишь в колокольчик, прибегают дети, ты им продаешь мороженое. В общем, было весело. Но ноги я пока имею точно на качалку. И тут же понял, что ногами работать не мое, надо работать головой. И нашел, начал свои компьютерные знания применять, одну подработку, вторую подработку. Меня пригласили на работу, и я вот уже ушел в компьютерную компанию. Дальше вот большой кусок жизни был связан с компьютерами. Я тестировал программы, я ставил программы, я обслуживал программы. Потом мы у клиента настраивали большие сети, дальше мне подрядили писать программы. Был как раз проблема 2000 года, что все старые компьютеры умирают. По этому делу мы получили большой заказ, и вот мы огромные заводы переводили со старых систем на новые. Потом я ушел в биометрику, мы делали биометрические системы учета рабочего времени. Ставили в банки, в маленькие компании, в медицинские, в крупные, в аэропорты, в государственные компании. То есть было интересно. У меня была проблема в компании, в моей компьютерной, что я могу продавать, а кого я не нанимаю, не получается. Я нанимал профессионалов, нанимал полупрофессионалов, любителей и так далее. Я платил мало, средне, много. Единственное, кому они продавали, было мне свои услуги. И, в общем, ничего не получалось. И я не мог понять, почему у меня получается, а у них не получается. Что у меня такого есть, что я могу кому-то передать. И я начал искать обучение продажам, чтобы найти, по которому я мог сам пройти, кого-то еще обучить. Нашел Дэна Кеннеди. Скупил у него все книжки, скупил у него все аудиотренинги. И, в конце концов, понимая, что я учиться так можно бесконечно, надо ехать вживую. А вживую взял билет на конференцию, приехал к нему на конференцию по продажам. И вот я смотрю, слушаю, мне очень нравится все. И как раз последнее выступление, или одно из последних выступлений, было его партнера про инфобизнес, как зарабатывать на информации. И я сижу, слушаю, меня инсайтед. Я понимаю, во-первых, этим я всю жизнь хочу заниматься, хотел. Второе, вот как мне продавали все тренинги, все коучинги, Тони Робинс и так далее. Я же очень много в себя инвестирую через это. И я сижу, записываю, конспектирую, каждое слово вслушаюсь. А рядом сидит тетка, которая постоянно меня перебивает. Она говорит, что он сказал, что он сказал. Я говорю, слушай, давай я законспектирую, а потом я с тобой поделюсь. И я вот, значит, сижу весь час или час с небольшим, записываю это все. И она говорит, ну как заработать, что? Я говорю, да все просто. Нужен продукт какой-то большой, обучающий, там за тысячу долларов условно. Дешевле нельзя, потому что математика, она вообще не бьется. В рекламу нечего вкладывать. И человек, который покупает продукт, ты ему вдогонку продаешь еще помесячную какую-нибудь подписку. И я узнаю, что через полгода будет конференция по инфомаркетингу, по инфобизнесу. Я покупаю билет на конференцию, скупаю несколько тренингов, чтобы дома научиться, как это делать правильно. И вот я полгода учусь, я пишу, я копирайтинг изучаю, я консалтинг правильно изучаю, я страницу себе это верстаю по традициям Дэна Кеннеди. И ничего не продал, просто вот готовлюсь. Я приезжаю на следующую конференцию. Уже проходит пару дней, я гуляю по ритейл, смотрю, какие партнеры. И слышу, сзади кто-то меня зовет. Я поворачиваюсь, какая-то тетка. Естественно, я уже забыл, кто она и что она. Она говорит, о, Андрей, спасибо тебе большое. Я говорю, а что я сделал? Ну, говорит, вот помнишь, в прошлый раз мы сидели, и ты мне объяснил, как это на бизнес работает. Я говорю, ну, помню, ничего получилось. Она говорит, ну, я заработал почти 300 тысяч. Долларов? Да. Я говорю, в смысле? А это она просто учительница из Флориды, обыкновенная учительница. Я говорю, а как, что? Он говорит, ну, ты же сказала, как. Продукт, я продукт сделал, запаковал, продал там 100 с чем-то штук этого продукта. Вдогонку продавала по 100 долларов эти ежемесячные диски. Потом партнерские какие-то запустила, что-то живое мероприятие, что-то продала. Вот, а почти 300 тысяч заработала. И приехала сюда, чтобы купить курс, чтобы понять, как это делать правильно. И я сижу, понимая, что я тоже не понимаю, как это правильно делать, но я гораздо умнее, чем она. Я-то вот умный. Умный. Но 300 тысяч не заработал. Но я вообще ничего не заработал. И вот это меня так выбесило, я понял, что все, нет, вот все, я перестаю учиться, потому что учиться можно вечно. И нужно, на самом деле, вечно, но что-то делать с этим. Больше эта тетка не встречалась? Больше не встречалась эта тетка, к сожалению. Но за это ей большое спасибо, что вот она тогда повстречалась. И я проезжаю, значит, в таком заряженном состоянии в Торонто, с другом мы встречаемся, я говорю, все, спорим. Я думаю, как бы мне вот зайти в инфобизнес с какой-нибудь понятной стороны, спорим, я напишу книгу за три недели. А я в самолете, когда летел, я купил себе электронную книжку, как написать книгу за семь дней. Ну, я подумал, что даже если три раза ошибусь, у меня есть три недели, я за три недели. Это какой был год вообще? Это был 2006, это был конец 2006 года. Вот, и друг говорит, слушай, нет, ну что спорим? Я говорю, давай на штуку Баксова. Он говорит, нет, за штуку Баксова я напишу. Давай на что-нибудь более вменяемое. Мы с ним поспорили на бутылку коньяка. А я в это время, я уже понимаю, что у меня английский слабеет. Русский слабеет, извините. И у меня уже он так, он немножко чукотский стал похож. И я открыл себе ЖЖ, начал там писать какие-то статьи, чтобы просто вот русский, чтобы русский немножко подержать. И пишу, и мне кто-то читает, там несколько сот человек. И я пишу пост, что я вот поспорил, что буду писать книжку. За три недели напишу книжку. Кому интересно, я могу рассказывать, что я делаю. Чтобы вы делали то же, что вы можете свою книжку за три недели написать. И у меня там сто с чем-то комментариев, что да, мы хотим. Я думаю, ну ничего себе. Я делал закрытую группу, добавляю всех туда. И начинаю им каждый день рассказывать. Еще не было ни вебинаров, еще не было ничего. Я в скайпе записывал, делал скайп-зазвон с ними. Записывал им это мп3 в плохом качестве, выкладывал. И через три недели я написал книжку, как хотел. И из этих сто с чем-то человек 56 написали свою книжку. Причем написали и оформили. И я тут понимаю, что я могу вести тренинги. Что у меня видно получается. Если мне 50% в бесплатном тренинге дошли до результата, значит я могу что-то с ними делать. Вот. И у меня был такой прорыв в этом плане. Я как раз приехал в Москву после отъезда. И подумал, что блин, если я уже летаю, надо что-то сделать. Надо уже что-то новое. Ну был уже Гондопас же, да? Были еще... Да, да, да. Уже в то время был... Ну в России был Гондопас, конечно. И Ман был, и Тарасов был, и... Но они все работали как-то не так, да? Несистемно, да. Они все работали несистемно. Никто в интернете никак не... Были живые какие-то тренинги. Появился только Сити-класс, который пытался делать вечерние мастер-классы, чтобы популяризировать эту тему. И все. Были живые тренинги и корпоративные. Больше ничего. То есть, типа, я привез инфобизнес в Россию, это, наверное, не совсем так, да? Ну, я помог им организоваться. Системно сделать. Системно, да. И вывел его в интернете. Американские технологии, там, канадские. Да, да, абсолютно. И вывел его в интернет. Потому что живую ты можешь собрать 30 человек, ну, 50 человек. Тогда еще не было ни бизнес-молодости, ничего. И, наверное, 100 это был прям предел. Ну, помню, я ходил как раз в седьмом году уже. Мы ходили на выступление Чичваркина. На него собралось, наверное, человек 200. И это было прям знаковое событие. Огромное событие в Москве. Человек 200, может быть, 250 собралось начать Чичваркина. Я, когда первый тренинг был бесплатный, я наобещал, что я расскажу, как деньги на этом зарабатывают. И вот они мне начинают клевать. Расскажи, расскажи, как уже инфобизнес на деньги зарабатывает. Я подумал, ладно, хорошо. Я вам, если уже рассказывать, надо рассказывать хорошо. То есть, надо уже делать, ну, то есть, не за один вечер рассказывать, а уже делать, чтобы они что-то заработали на этом. Не просто сказать, как зарабатывать, а заставить их заработать. Большая разница. И я готовлю этот тренинг большой. Вписал туда всех финалистов бесплатно, которые вот зафиналили, записали свою книгу. И думаю, если я уже буду делать, почему бы его не продать? Я его ставлю по 500 долларов. У меня тут приходит человек, сразу, наверное, человек 10-12 купило. Приятно. И я каждую неделю в план тренинга добавляю. Еще будет блок про консалтинг, еще будет блок про коучинг, еще будет блок про копирайтинг и так далее. И я все это выкладываю, а никто не покупает. Было очень обидно, что ты работаешь, ты стараешься, а все, никому это не надо. Я подумал, что если тренинг не продается по 500 долларов, пусть он не продается по 600. И поднимаю цену. Только поднимаю цену, еще 10 продаж. Я думаю, так, через неделю опять выкладываю новый блок, поднимаю цену, еще 10 продаж. В общем, пока я, когда я тренинг закончил вести, у меня, мы посчитали, было 38 тысяч с копейками долларов. Мы за него получили. И я подумал, что вот это уже бизнес. На этом уже что-то можно строить. Это уже вполне интересная история. Но я знаю, что есть еще одна история. Просто хотел узнать, насколько тебе будут о ней говорить. Я готов. Насчет ребенка? Это сложная история. Не хочешь, да? Ну, не очень. Я знаю просто, ну, я суть. Была попытка домашних родов у нас. И тяжелая была история. Но там просто получилось так, что вдруг ты оказываешься в ситуации, когда медицинское сопровождение жены и ребенка стоит тысячу долларов в день. Вот все. И там не зарабатывать невозможно. Ну, просто вопрос, сколько долго они проживут. Я понимаю, что это очень личная история. Просто хочется понять, как в этот момент работать в любой стрессовой ситуации, как найти все силы продолжать работать. А в работе есть силы. Не то, что как найти себе силы работать. Ты, когда занимаешься любимым делом, у тебя наоборот получается. Ты не можешь не работать, потому что в работе силы. Чем больше я работаю, тем больше у меня сил. Вот на отдыхать нужны силы. У тебя наоборот получается здесь. Если у тебя дело любимое на самом деле. А я очень, я в другом себе не вижу вообще. Но при этом понимаешь, что где-то там лежит жена с ребенком, и она, ну... Ну, как бы ты понимаешь, что для этого ты и делаешь что-то. Тяжелая была ситуация, тяжелая. Особенно тяжело переживалось после. Жизнь к этому не готовит. Ни в школе, ни в университете. Никаких тренингов на эту тему нет. Может быть, и есть где-то, я не знаю. Я их не видел. И что было потом? Куда-то уехал? Потом я понял, что я еще держусь, потому что у меня есть за что держаться. Да, с женой уже были проблемы большие, поэтому я ее взял, мы уехали. Мы просто взяли, ну, картинку было сменить. Мы уехали сначала в Киев, потом уехали в Америку, уехали надолго. Ну, на несколько, на пару месяцев. Просто, чтобы полностью выключиться. Получилось справиться? Получилось. Получилось. Не без проблем, но получилось. Эта ситуация как-то влияла кардинально на подходы к бизнесу? На то, что возможно... Да, я понял, что мне нужно... Мне свобода важна. Наверное, тогда я было принято решение, пацанкой не заниматься ни единого дня. Я могу нанять менеджера, научить его, что ему делать, кого еще нанять и как их обучать. И все, но делать я это каждый день не буду. Свобода важна. Важна именно вот... У Тима Ферриса это было, что три валюты на сегодняшний день есть важные. Это время, деньги и мобильность. Причем деньги не первые. Я вот в этом году, у меня очередной прорыв, выход на следующий уровень, когда я понял, что я слишком много работаю. Когда я поняли, что... Я посчитал, у меня в марте, в неделю я отвел 24 вебинара. Это много. Это в любом случае много. И я понял, что надо срочно что-то менять. А вот эти истории с автовебинарами работают в твоем случае? И да, и нет. То есть, они неплохие, как замещение. Но это как первый шаг к резиновой женщине. Ну, то есть, люди понимают, что это запись. Ты понимаешь, что это запись. То есть, просто как покрутить видео, как запись, ну, можно в Ютубе выложить и покрутить. Не вопрос. Мне больше нравится человеческий подход. И все равно считаю, что следующий рывок... Вот сейчас идет рывок, очень большой шаг к интернет-обучению. Что ты можешь сидеть где угодно, жить где угодно. Интернет уже есть везде. В России, да, везде в мире, наверное. Люди хотят учиться. Это неотъемлемая жажда нового. И электронное обучение — это следующий шаг. Но в электронном обучении есть потолок. Даже ты можешь выучить, как работает какая-то тема, в принципе. Но понять, что делать тебе завтра, для этого нужен человек. Вот этот мостик, если он должен... Последняя точка, последние 2% — это всегда человеческий фактор. У нас по физике так, что мы как млекопитающие, мы моделируем других млекопитающих. Да, вот как аист, когда он рождается, вот кого он первый увидит, тот и мама. Да, вот с того он и импринтинг называется. С того он и будет дальше ходить. Если он, не дай бог, человек увидит, все. То есть он уже аистом нормальным никогда не будет. С людьми то же самое. Людям нужен пример. Пример всегда человек. Артем, ты как владелец образовательной компании сам учишься, ходишь на тренинги? Ты знаешь, учусь, хожу на свои конференции, на свои форумы. Потому что мы приглашаем только топов, только больших бизнесменов. И упаковали это все в один какой-то большой форум. Форум «Бизнес Констрат». «Бизнес Констрат» 3.0, который мы делаем 6 октября, кстати. Это тот самый «Бизнес Констрат», на котором Евгений Черняк задал свой главный вопрос Диме Портнягину. Какая у тебя маржа? Да, да. Кто будет в этот раз? В этот раз выступают у нас Александр Высоцкий, Лера Бородина, Оскар Хартман, Евгений Черняк и Василий Хмельницкий. Круто. Скажи, а вот сейчас какое отношение у людей к тренингам? В большей степени считаю, что негативные. Негативные по разным причинам, в том числе и из-за того, что люди создают тренинги конференции для зарабатывания денег, забывая о продукте. А это нельзя делать. Поэтому отношения выходят с недовольными лицами. И лично мое отношение к большинству тренингов именно вот примерно вот такое. Лицо мое так выглядит. То есть где-то вот так люди выходят после бизнес-конференции. Мое лицо после тренинга. Давай запустим флешмоб. Давай. Что нужно сделать? Давайте каждый из вас поделится тем лицом, которое есть у вас после тренинга. И прям делайте фотографию, публикуйте себя в Инстаграме или Фейсбуке, подписывайте мое лицо после тренинга с хэштегом бизнес-концентрат не такой. Я так понимаю, вы среди них разыграете какие-то призы? Ну, мы разыграем не просто какие-то призы, мы разыграем, мы выберем три самых крутых фотографии, три самых интересных фотографии и подарим два билета на форум бизнес-концентрат премиум категории. Почувствуйте себя в вип-ами. И первое, самое главное, это ужин с Оскаром Хартманом. Круто. Поэтому фотки должны быть очень крутые. Ребята, еще раз, ужин с Оскаром Хартманом. Главный приз за фоточку всего лишь. Артем, ну что, до встречи на бизнес-концентрате. 6 октября. Пока-пока. Немножко отвлечемся. Я на сайте увидел райдер. Ну, он подробный довольно. Кстати, я не знаю, это вообще принятая практика выкладывать райдера среди инфобизнесменов? Инфобизнесменов? Нет. Прямо с точностью до бутылки и марки минерального райдера. Ну, это все, как это, устав боевой службы написан кровью. Солдат, в моем случае, это просто вот нервами. Это райдер описан нервами моих выездных тренингов. Какие были факапы? Вот самые... Первый, ну, такой, из факапов с моей стороны... Нет, со стороны организаторов. Ну, я вот тоже организовывал. Ну, в принципе, да. Периодически. Вот, в прошлом году мы делали... Я делал выездной в Японии. Угу. И я очень хотел сделать выездной во время цветения сакуры. Мы его сделали. Но оказывается, что во время цветения сакуры, во-первых, это самая дорогая неделя в Японии. Все цены на гостиницы вверх... Нам зал... Небольшой зал в средней четырехзвездочной гостинице стоил в два раза дороже... По плату стоил в два раза дороже, чем мы снимали огромный зал в МДЖМ в Лас-Вегасе, например. То есть все цены были очень запредельные. Я влетел в большой минус. Команду... Ну, я вывез с собой команду, естественно. А часть людей не поехала. По разным причинам. Те, которые делали заказы, они просто не поехали. И вот организаторский минус. То есть я за это очень хорошо заплатил. За свое желание вывезти людей в неделю Сакуры. И когда я начал пытаться торговаться, когда я приехал, мне сказали, слушайте, вы не хотите, вы можете уходить, потому что у нас в эту неделю 62% свадеб. Мы тут же под свадьбу сдадим. Это мы еще больше заработаем. А если с точки зрения организаторов, ну, машина бизнес-класса у каждого в голове своя. Рена Логан. Дэву была какая-то старая, прям дэвушка убитая тоже была, помню, в каком-то из городов. Гостиницы тоже вот бывают совершенно очень странные. Прям вот очень. Либо странные, либо старые, либо совковые с какими-то коврами, с какими-то такие вот. Экзотика. В райдере написано, что в зале должны быть окна. Как это влияет на обучение? Очень сильно влияет на энергетику зала. Потому что когда окон нет, мне приходится сильнее вкладываться в людей. Люди тухнут. И как это стало понятно, что это именно окна влияют? Эксперименты. Также влияет, если люди, университетская посадка, что каждый следующий ступень, театральная посадка, съедает, достучаться до последних, до галерки, очень тяжело. Должна быть ровная. Да, должна быть ровная. А если все равно, ну, бывает мастер-класс, говорят, ну, нет других. Вот по какой-то причине в этот день ничего другого нет. Там приходится выходить, идти в зал и с середины зала со всеми разговаривать. Потому что я иначе туда не достучусь. То есть люди наверху, они как бы чувствуются? Они как будто в телевизор на тебя смотрят. Они вот совсем отдалены и это происходит где-то там. Это не с ними происходит, они просто как наблюдатели. А в позиции наблюдателя ты меньше обучаешься. В позиции наблюдателя ты только смотришь. Ну, еще пункт, который меня заинтересовал. На кофебрейках запрещен алкоголь. А какие были здесь истории, которые... Один раз я выступал в Красноярске. И я не знаю, где ребята набрали аудиторию. Был огромный мастер-класс, человек 600. На задних рядах ребята сидели, прибухивали. То есть прям пили пиво друг другу, передавали. Было очень сложно. То есть я, наверное, один из немногих раз, когда я через пол, половину мастер-класса сделал паузу. Я вижу, что часть из вас это не заходит. Вот кому, кто увидите, что вам это неинтересно, давайте вот 10 минут сделаем, вы освободите помещение и останутся только те, кому это интересно и нужно. И вот часть людей ушла, и вот тогда уже можно было нормально работать. А алкоголь не помогает обучению, да? Нет. Отвлекает и не нужно это. Не пьешь? Я могу выпить шот коньяка. Да, особенно, когда голос уходит, это помогает. С лимоном бодрит. Но пить-пить нет. Какие у людей основные блоки в голове есть? Потому что, когда Миссаша рассказал о своей истории, что он за три года коучинга личного у тебя заработал миллион долларов. Ну, он говорит, у меня нет часов на руках миллиона долларов, но эти деньги были в виде оборота. Он сценарист, человек, который работает с текстами. Казалось бы, он не продает нефть, он не продает даже товары какие-то. Он сценарист. Он заработал миллион долларов за три года. Это очень много. И я понимаю, что он мне не врет. Какие блоки нужно было снять у, может быть, не конкретно его, но в принципе у людей вот таких вот, казалось бы, из таких профессий, где денег нет, где там книжки пишутся за три тысячи рублей гонорара. Ну, к примеру. Первое, деньги есть везде. Это первое. Нужно понять, что они есть. Просто надо уметь эти потоки структурировать. Краткий мастер-класс. Ну вот на пальцах, да, хорошо. Второе. Раньше, когда вот Саша был в коучинге, дойти до миллиона долларов, это было искусство. Когда Петя Осип был в коучинге и так далее, это было еще искусство. Саша уже больше технология. Сейчас это уже технология. Сейчас искусство от миллиона до десяти выйти. Вот. Там еще искусство. Да, он говорит, он пока не может. Вот. А потом надо возвращаться обратно в коучинг. Потому что ответы уже есть на самом деле. Я за ними как раз сейчас и учусь. Я за ними поехал опять учиться. Но возвращаясь вот к миллиону, уже технология. Уже понятно, что делать и как делать. То есть там фишка в чем, что бизнес делится на три части. Каждая из них, которые крайне важны, это маркетинг, привлечение потенциальных клиентов, это продажи и системы. И мы идем по кругу. То есть мы по этому треугольнику ходим, как луковицу наращиваем слои. Например, мы прокачали системы. Что такое системы? Системы, ну это система обучения. Что если ты обучаешь один на один, ты больше десяти человек не можешь обучить. Соответственно, нужно менять систему обучения, чтобы ты мог обучить пятьдесят одновременно. Ну и тогда, то есть нужно, чтобы система, по которой ты обучаешь, она была масштабируема. Да. Все, систему ты построил, продукты сделал. Дальше с хорошим продуктом нужно настраивать маркетинг, чтобы люди ежедневно приходили и записывались хотя бы на что-то бесплатное. На книжку, на мастер-класс, на что-то бесплатное. Все, мы вкладываем деньги, настраиваем систему маркетинга. У нас в результате получается много потенциальных клиентов. Надо их как-то отрабатывать. Дальше мы настраиваем продажи этим людям, то есть не всему миру, а только тем, кто пришел. Настраиваем продажи. Настроили продажи, в результате продаж у нас получится выручка. Теперь дальше опять нужно систему отрабатывать, чтобы получилась прибыль. Эту прибыль вкладывать маркетинг, потом продажи, систему маркетинга, продажи системы. И мы так кругами начинаем настраивать свою... Это всегда последовательность. Да, это пошагово. И нельзя перепрыгивать. Сразу затор будет. И нельзя останавливаться, потому что что-то откат в обратную сторону. Меньше лидов, меньше продаж, меньше денег, меньше систем. И так все разваливается. А вот как именно внутренние блоки снять? Здесь приходится работать с психоарологией? Страх есть, да, потому что никто не заплатит. Второе, желание, амбиции. Амбиции нужны. Амбиции не прокачаешь. Они либо есть ли... То есть можно вырастить в себе, но я не могу индуцировать человеке амбиции. Если ему ничего не надо, то ему ничего не надо. Мотивация должна быть внутренняя. Окей, у меня есть амбиции, но... А вот со страхом? В мой случае, да, у нас компания занимается упаковкой франшиз. У нас есть конкуренты, есть рынок, есть какие-то цены. И действительно, если есть внутренние, понимаешь, что если ты поставишь там, ну не 700 тысяч там за полную упаковку, а, например, 2 миллиона, то никто не купит. Ну да. Как с этим? А, ценность поднимать. Находить способы поднимать ценность. То есть что-то придумывать уникального, чего нет в комментариях? Первое, либо работать над процессом, чтобы он был быстрее и более результативный. Можно, если можно дать больше результатов, меньше единицу времени, люди за это будут готовы больше платить. Ну то есть условно, если компания приходит упаковывать франшизы, например, да, стандартный процесс занимает полгода. Пока пол-три месяца разобраться в их процессах, три месяца упаковать, вот готовый франшиз. И потом до нормальных денег это еще полгода, да, то есть вот год этот процесс, они говорят, это самое. Если найти способ, который они могут быстро, как-то стандартно, условно упаковать. Через месяц продавать? Через месяц, чтобы у них уже пошли деньги, у них можно брать те же самые 700, но половину, плюс половину из тех денег, которые придут с франшиз. И это уже может быть сильно больше 2 миллиона. Ценность добавляется скоростью? Есть много драйверов ценности, одна из них, которая скорость, второе упрощение, не усложнение, упрощение. А третье это результаты, высшие результаты. И дальше начинаем уже, а потом уже уходим в детали. Детали решают. Огромное количество мелочей, которые, ну, как разница между пятизвездочным отелем и четырехзвездочным, это тот же самый отель. Но в пятизвездочном, за который готовы больше платить, есть куча мелочей, которые люди ценят. Понты есть драйвером? В России, да. Даже думал написать книгу «Московский гайд по дешевым понтам». Как можно понтоваться бесплатно за тысячу рублей и так далее. Может, хотя бы часть главы из нее? Ну, на самом деле, внешний вид очень важен. Очень важен язык, что ты говоришь и как. Очень важно. И дальше, опять, нужно понимать, для кого. То есть, какая целевая аудитория. Чем моложе целевая аудитория, тем ярче это все должно быть. Ну, если машина, то в Феррари. Если, не знаю, ручка, то золотая. то есть, чем моложе, тем вот гротескнее это все должно быть. YouTube смотришь? Да, конечно. Трансформатор. Ну, да, передично. Это оно? Это уже чуть-чуть уже взрелую, чуть-чуть взрелую аудиторию. Ну, похоже, да. Вот рэперы, рэперы, это вот, если посмотреть на, не знаю, Jay-Z 20 лет назад или 15 лет назад, вот это вот золото, 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 золотые цепи, печати и так далее. А я где-то видел две фотографии, прикольные, Jay-Z, когда он зарабатывал 100 тысяч долларов в год, вот весь в золоте, весь просто в килограммах, и когда он зарабатывает, там, сколько он сейчас, 70 миллионов. Надо тише, надо спокойней, надо вот между строк. Оно, оно сильнее работает. Другая целевая, в смысле, чуть-чуть старше. Старше и с деньгами уже. Люди, которые голодные, им нужно показывать, за деньг голодные, им нужно показывать понты денежные. Люди, которые голодные до времени, им нужно показывать понты, что вот свобода, что можно делать что угодно. Гипертрофируя. Гротеск здесь работает хорошо. Это как комиксы, что вот в комиксах все сильно гипертрофировано. В Москве машина, например, это статус. Ну, то есть, это как одежда, то есть, в чем ты ходишь. Но мне всегда приличало, у меня, если по истории, у меня, наверное, самый сильный урок, в Канаде мне преподала жизнь. Я, когда мы переносили, когда в 99-м году завод на новые рельсы, на новую софту, там был консультант, программист по старому IBM-овскому софту, этим огромным холодильником, компьютером, на котором старый кот был. И он выглядел вот типичный программист, ему лет было 50-55, потертые джинсы, портфель, изолентая ручка переклеена, ездил на стареньком пикапе, перекрашенном 8 раз, ну такой вот типичный программист, Джерри. И мы с ним встречались каждый вторник. И вот, проходит несколько месяцев, хозяин компании спрашивает, ну как ты сегодня с своим миллиардером встречался? Я говорю, с каким миллиардером? Ну вот у тебя, Джерри. Я говорю, слушайте, ну, у человека и так жизнь, не очень, а вы над ним еще и издеваетесь. И он говорит, а ты еще не знаешь? Я говорю, а не знаю, что? Ну, у него вообще полторонта в собственности. И у меня вообще не вяжется картинка с этим фактом. А в Канаде не принято говорить о деньгах. Ну, это неприлично. Это как вот про размер органов всяких спрашивать, это примерно так же. Я не мог молчать, и в общем, мы с ним опять встречаемся, проходит какое-то время, я говорю, Джерри, а можно личный вопрос? Мне вот, не могу молчать, у меня свербит. Он говорит, ну, давай. Я вот слышал, говорю, что у тебя там полторонта в собственности. и он, да, нет, конечно. Четыре квартала всего. Я говорю, в смысле? Ну, вот, перекресток отсюда, вот два квартала, а кварталы в Торонто, это как вот станция метро, то есть это прям перегон, два квартала сюда и два квартала сюда. Вот это вот, четыре квартала, это, это мои. где-то я продал, где-то, ну, вот все, в основном мое. И у меня вообще не бьет, ну, это, это, это огромное, это сотни миллионов, если не миллиард долларов. Я говорю, а как, почему, ты же можешь ездить на Бентли, ты же можешь позволять себе что угодно. А зачем ты программированием занимаешься? Он смотрит мне, как дебил, он говорит, Я говорю, а логистика как, как ты этим? Он говорит, ну, как, смотри, один день в неделю я занимаюсь недвижкой. полдня я бумаги проверяю и полдня я физически езжу, смотрю, что мы там, мы в одном месте судимся, потому что мусор неправильно выбрасывают, там, перестраиваю парковку, ну, в общем, я занимаюсь недвижкой день в неделю. А пять дней в неделю я занимаюсь программированием, нравится. Я говорю, а зачем? Можно же ничего не делать, можно же, все уже хорошо. Он говорит, смотри, можно я тебе вопрос лично задам? Я говорю, ну, конечно. А я вот, чтобы вы понимали, я, значит, сижу такой весь, как павлин, наряженный, у меня ремень с бляшкой, не запомню, гуччи, рубашка версачи, черные лакированные туфли, такое прям, вот, жизнь удалась. Я зарабатываю уже, по тем меркам, было для меня, прям, много тысяч, наверное, 10-12 долларов в месяц, и я считал, что прям, вот, жизнь хороша. Он говорит, смотри, у тебя руки есть? Я говорю, ну, да. Ты ими все делаешь, у тебя все получается? Я говорю, ну, да. Вот руки, отлично делаю, все хорошо. Он говорит, но ты при этом не бегаешь по улице, не тычешь своими руками каждому в нос и не орешь, посмотрите, какие у меня руки, какие у меня офигенные руки, как у меня все получается, правда? У тебя они просто есть и ты ими просто пользуешься. Я говорю, ну, да. Он говорит, сын, с деньгами тоже так же. С деньгами то же самое. И вот эта вот мысль, что с деньгами то же самое, что не нужно об этом орать, у меня прям въелось на подкорку. Это интересно. Это вот другой подход. Это не инстаграмный подход в жизни, но это прям очень интересно. Есть технология, которая работает, как нож острый, и можно нарезать колбасу, можно кого-то зарезать. То есть здесь то же самое. Настолько легко продавать, если ты понимаешь, как продавать, настолько легко продавать, прям легко, как песня, что очень у многих слагалось впечатление, что после этого не нужно делать то, что ты обещал. Потому что это тяжело. Потому что можно наобещать, тебе за эти обещания дают деньги, и ты идешь следующих искать людей, которым ты дальше обещаешь. Я когда учился НЛП у Ричарда Бендлера, одного из создателей НЛП, у него была потрясающая фраза. Он говорил, какая разница, что обещать, если не собираешься делать. Поэтому некоторые игроки на рынке обещают красиво, быстро много продают, и просто двигаются дальше, ищут следующих людей, которым надо обещать. Я учился у Джефф Уолкера в коучинге, и мы начали делать запуски, как айфон запускают, как фильмы запускают, так же начали курсы запускать. Когда за два дня снимаешь оборот, то, что ты раньше за год зарабатывал. Очень легко в это заиграться. Ты можешь думать, что это потому, что ты крутой, потому что ты какие-то потрясающие слова говоришь, потому что ты какой-то неземной небожитель. На самом деле за этим еще огромное количество пахоты идет. Что ты наобещал, потом нужно исполнять. И вот это не все умеют. Но здесь рынок очень тоже интересный, потому что рынок сам себя корректирует. Если ты обещаешь и не выполняешь, то рынок тебя за полгода вымывает. Просто новых людей негде искать больше. Люди обожгутся и больше к тебе не ходят. С хейтерами как работаешь? Не работаю никак. Баню. Не хочу пускать их в свою жизнь. Уважаю чужую точку зрения. Не хочу на нее смотреть. Опять же, если возвращаясь к кейсу Трансформатора, за очень короткий период была история что-то новое, но условно говоря стадия обожания. Все, что выходило, было круто. Потом уже, не знаю, как это было. Привычка. Привычка. А теперь уже хейт. Надоело. Плохо. Много рекламы. И так далее. Это то же самое, я уверен, было в 50-х годах с адаптацией телевизора. Когда телевидение появилось, о, телевидение новое, ура, все здорово. Потом, блин, одна реклама и как бы теперь это просто часть жизни. Здесь будет то же самое. То есть хейт, он в принципе... Когда идет всплеск, откат будет равнозначным. То есть, чем больше фанат, тем, о, этот же фанат, через период полураспада фаната, это где-то 12-18 месяцев. Через это время он так же яростно становится антифанатом. Потом его попускает, и он становится фанатом поменьше. И вот как-то вот опять выходит в ноль. Поэтому это неминуемо. Ну, то есть, ты когда вызываешь эмоции, ты вызываешь эмоции. То есть, люди говорят о том, что у них есть внутри. Это ты только повод о тебе поговорить. У Тони Робинса много хейтеров? Уверен. Огромно. Зайти на любой НЛП форум. Все психологи НЛП считают, что он выскочка, самозванец, у него нет никакой сертификации, и он зарабатывает больше всех вместе взятых. Ну, и, естественно, это болит у людей, что кто-то, у кого меньше сертификатов, зарабатывает больше, чем кто-то, у кого есть сертификаты. А если убрать всю шоу-программу, Тони Крутой? Да. Чем? Спорно. Я за прошлый год и позапрошлый перевел где-то 12 его тренингов на русский язык. Озвучил и отдал в рынок. Почему? Чтобы люди посмотрели. Филигранная работа мастера. Я никогда в жизни такого не видел. Я прошел у Тони все тренинги. На них тогда живу. На одном из них в прошлом году на UPW я в пятом дне даже выступал. Мастер с большой буквы. То, что он творит на сцене, как он берет человека из зала и за час-полтора делает трансформацию, которую невозможно, ну, то есть физически невозможно сделать за это время, это потрясающе. Я этому сейчас учусь. У меня это не получается. Я не могу так работать с людьми. И я снимаю шляпу за мастерство. Это реальные люди? Это не Дэвид Копперфильд? Нет, это реальные люди. Это реальные люди. Советую скачать, посмотреть. Мы делаем закрытые показы, в том числе фильмов Тони, которые он делает. Там есть куски с его тренингов, причем на заднем фоне женщина-психолог раскладывает, что Тони делает. А теперь он задает вот такие вопросы для того, чтобы и рассказывает, почему. А теперь он вскрывает модель ценности. А теперь он присоединяется здесь. Она пошагово показывает, но Тони это делает так филигранно, что если ты не знаешь механику, ты думаешь, что это искусство с большой буквы. На самом деле, это что-то... Как это? Это и наука, и искусство в одной точке. И Тони, еще одна вещь, которую никто не знает, ну, мало кто знает. Тони очень сильно готовится. То есть ты, когда едешь на тренинг, ты заполняешь анкету о себе. Он все анкеты... Ему анкеты сортируют, команду, он все анкеты читает. На них там есть фотография твоя из соцсетей, приклеена, и он тебя запоминает. То есть, когда он вытаскивает тебя из зала, случайно или не случайно, он у него в голове твоя анкета. Он помнит, что ты писал. Он помнит, что у тебя болит. Он помнит, как ты выглядишь. Вот это тоже никто не знает. Ну, мало кто знает. То есть, это не только вот вышел на сцену, поплясал, и разошлись. А это прям огромная-огромная работа. Я очень боюсь летать, а ты очень много летаешь. Как справиться с этим? Летать? 100 полетов и перестаешь боец. Не, но все равно вот я сейчас... У меня был... Блин, сейчас будет звучит, как будто я понтуюсь. Но, тем не менее, как говорится, в Техасе, если это было, то это не хвастовство. Ну, у нас же был Рено Логан, поэтому все нормально для компенсации. у меня вот сейчас был опыт. Я очень хотел свою детскую хотелку полетать на частном самолете. И я вот как раз сейчас был в Калифорнии ездил учиться, у меня был полет. Стремно. Во-первых, ниже летит гораздо, чем Боинг. Каждый, каждый поворот, если Боинг, когда он летит, он плавно меняет курс, то маленький самолет, когда летит, если ему нужно повернуть, он делает вот так. И все, что ты съел, оно сразу... И я когда позвал стюардессу, я говорю, что-то мне как-то я не очень справляюсь с вашей... Она говорит, джентоник. Я вот два раза джентоник, два джентоника, ну, часовой полет был нормальный. Когда предприниматель специально идет на какие-то преодоления, это реально помогает? Или это, там, прыжок с парашютом, покорение Эльбуса, вот у меня недавно товарищ. Да, это очень сильно помогает. Если этого боишься, то помогает. У Демчуга услышал интересную теорию на эту тему, что страх это индикатор того, что вот в этой ситуации, в которой ты боишься, есть для тебя какой-то большой подарок, который ты не знаешь какой, пока ты в нее не погрузишься. Причем, этот подарок может никак не связан быть со самим страхом. Страх просто как лампочка сигнальная, что вот здесь клад, что вот чем сильнее страх, тем сильнее тебе нужно в эту ситуацию. Я подумал, интересная теория, я попробую ее протестировать. Я ее тестировал уже много раз и абсолютно точно скажу, в каждой такой ситуации есть два клада. Внутренний и внешний. Внешняя ситуация меняется всегда, когда идешь в страх. И внутренний ты находишь что-то в себе, что-то раньше не видел. Тестировал на себе? Да, конечно. Какие страхи, если не секрет? Первый самый был очень тупой. Прямо там же у Демчуга, прямо вот на следующее же утро. Говорит, приходите в спортивной одежде. Ну, я думаю, ну, ладно, будем бегать, прыгать. Ну, то есть, как бы. Прихожу в спортивной одежде, говорит, сегодня будут свободные танцы. Что, вот у нас в круг будем садиться, и вот один выбирает другого, и вот интерпретационный какой-то танец. А у меня к танцам вот с детства прививка, я два года ходил в хореографическую школу, ненавидел все эти два года, и, в общем, с тех пор я не очень это люблю. И у меня, я понимаю, что у меня паника. То есть, я думаю, что в кругу сидит клиент мой, девушка, с которой я давно встречался, и парень, который мне очень не нравится, прямо вот бесит. И я понимаю, что, блин, я вот не готов совсем интерпретационные танцы, а они еще все накручиваются, говорят, что вот, надо вот, музыка одну энергию дает в тебе, другая, в другом человеке третья, восторождается что-то новое. И я понимаю, что я иду в панику, потому что я даже думаю, сейчас сяду в машину, типа, ушел за сигаретами и свалю нафиг, потому что не нужен ни тренинг, ни демчок, уже ничего не нужно. И потом так, стоп, если у меня такая паника, это индикатор того, что это страх. Там что-то есть. Думаю, как бред. Что может быть в танце? И как-то она оттанцовывает соблазнение. Ну, прикольно, я как бы выхожу быстро на контакт, а потом думаю, да, типа, ну, в пень, как это, ну, отказываю. И вот она там что-то пытается меня ударить, там какая-то самая, вот мы как-то расстаем, какая-то драма происходит. Разошлись. Я, значит, следующую девочку беру, у нас какая-то уже романтика, тоже быстро довольно-таки доходим до контакта, и потом так красиво как-то расходимся. Я, значит, сажусь, на место, пытаюсь это в голове интерпретировать. Мне доходит, что у меня, вот после контакта, у меня есть огромное количество шаблонов, что делать дальше, как свинтить, как уйти в сторону, как слить, как это самое. И вообще нет понимания, как идти вглубь. И я сижу, и мне доходит, что у меня, вообще, с Канады, многие говорили, что это, как это, fear of intimacy, да, это болезнь, страх, открыться, страх интимных, интимного соединения с человеком. И я сначала думал, что это бред, а ты когда проживаешь его, ты понимаешь, вот оно, и следующий круг, я пошел внутрь этого страха, специально внутрь, я понял, что я не знаю, что делать, такое ощущение было, что мне 15 лет, это первый медляк, который танцуешь в Кривенском лагере, ты не знаешь, как это делать. То есть я пытаюсь идти вперед, а девочка от меня немножко отмораживается, а я не знаю, что делать дальше. И ведущий говорит, отдайся ей. Я говорю, что это, здесь прям? Она говорит, да нет, просто вот, отдайся. И я помню, я вот убираю свои мысли, прям, стираешь, идешь в этот танец, пытаешься почувствовать, что человек хочет, и это дать обратно. Я помню, была очень красивая история, что вот музыка выключилась, я стою на колене, на одном колене, держу девушку за руку, смотрю на меня полностью влюбленными глазами, и весь круг хлопает. То есть что-то такое родилось, я не совсем понимаю, что это было, но вот ты пошел в страх, и ты получил какое-то, ты получил первое осознание того, что в чем проблема, и второе решение этой проблемы. И я с тех пор многое такое делал. Причем вещи делал, которые даже, ну, не принято делать в приличном обществе. Я страх высоты так прорабатывал. Я поехал в Торонто и прошел на этой самой, на телевизионной башне по кругу, наверху. Было безумно страшно. Я страх одиночества прорабатывал, я страх отдачи. Я раздал все свои часы, я коллекционировал часы. Кроме этих? Да, это вот те самые, которые я новые себе нашел, мне после них ничего не надо было. С часами очень интересная аналогия происходит. У меня есть коллекция, там 36 пар, и я нашел те самые, которые мне подходят по всем параметрам. И говорю, вот это как с женщинами, что вот есть та самая, с которой все хорошо, с которой все, вот у тебя отношения строятся. Но вот ты запрещу, что в любой момент у тебя еще есть коллекция, которая можно, с каждой есть история какая-то, они тебе дорого стоили, да, ты вот можешь как-то вот взять часы и с новыми часами выйти. Я подумал, что мне в той точке хотелось прожить и понять, как это, когда есть только то самое и больше ничего. И это было безумно страшно. Ну, как это дорого, ну, как бы, там не дешевые часы были. Вот. И я в Инстаграм и ВКонтакте выкладываю, значит, фотку этих часов, фотку там горы других и говорю, вот, отдам в хорошие руки. И где-то часа за два с половиной, за три все часы разошлись. Так долго, а бесплатно? Да, конечно. Интересно было забавно, когда люди в Инстаграме писали, резервирую за собой вот эти, или там, я возьму эти три, если домой привезете. Странно. Мне просто знакомые, друзья звонили, говорят, я увидел, отдаешь? Я говорю, да, почем? Я говорю, ни почем. Приезжаешь, забираешь. А какие? Я говорю, какие останутся, пока ты приедешь, вот из того, что останется, одну пару какую-нибудь можешь выбрать. Вот. Я бы сейчас это не повторил, сто процентов. Тем более их нет уже. Тем более их нет, да. Ну, даже вот, если бы я их еще раз купил, я бы еще раз это не повторил. Потому что то, что есть, то, что твое, у тебя с ними есть какое-то, какое-то вот переживание. А для других людей это просто кусок железа, который, дорогой кусок железа, который до халявы достался. Это было немножко разочарование было. Есть четыре ямы, через которые человек проходит с какой-то периодичностью. Первая яма есть, что до чего не отрагиваешься, все, все, все ломается. Бывает такая ситуация, что вот ты, и по спирали тебе все, хуже, все ниже и ниже засасывает. И вот ты выбираешь не из двух зол меньше, да, выбираешь просто, которая менее больная сейчас. Ну, ты понимаешь, что нет хороших выборов совсем. Вторая задница, где ты уже на дне, и вот, и, и даже руку поднять тяжело. Депрессия, эмоции выгорели, выгорел, выгорание. Третья проблема, ты бьешься в какой-то стеклянный потолок. То есть, ты дошел до уровня сложности, там, не знаю, в заработке в том же самом, да, вот у тебя какая-то, какой-то шаблон дошел до 300 тысяч, до 500 тысяч, и ты не можешь их перешагнуть. Ну, вот не можешь. А в инфобизнесе между 300 тысяч в месяц и полтора миллиона, вот здесь, адовое количество работ. Адовое. Примерно так же, как на старте. Ну, то есть, не меньше. То есть, там нужно структурировать очень многое, там нужно, ну, то есть, там очень большое количество работы, и многие его не переходят. Или у тебя все есть, и тебе скучно. Тоже стандартная проблема. И ты уже пытаешься что-то развалить сам, специально или не специально, чтобы просто хотя бы какое-то движение пошло. Люди в это втыкаются прямо по полной. И не понимая, что они запускают один и тот же шаблон, который надо менять. Шаблон поведения. Какие сериалы смотришь? Шерлока пересматриваю. Там есть какой-то профессиональный интерес? Вообще в сериалах, не обязательно в Шерлоке. Ну, например, мне миллиарды очень понравился. В том числе и с профессиональной точки зрения. Какие там фишки можно взять для инфобизнесмена, для спикера, для оратора? Психология. Глубокая психология. Очень важно. С одной стороны, очень важно быть в том же поле, в котором твои слушатели. Поэтому, когда ссылаешься на вещи, которые другие тоже смотрят, это дает... То есть, у вас одно поле, коммуникативное поле. Это первое. Ну, и ты проходишь фильтр свой-чужой. Ну, и фразочки. Ключевые фразы можно воровать у главных героев разных сериалов и использовать их в своей речи. Люди на ключевые фразы очень ярко реагируют эмоционально. Узнавание очень большое и у них оно сразу распаковывает кучу эмоций. Ну, если мы берем даже советский элементарный Ватсон, как пример, то есть фраза, за которой сразу стоит шлейф истории. А миллиарды, там очень интересно плоскости расстояния главных героев и как у одного из главных героев свой личный психолог, который помогает ему и его компании пройти через различные кризисы. Я вот смотрю именно системную работу, что человек делает и как. Был сериал потрясающий Обмани меня, в котором как раз микродвижение лица заставили на это тоже обратить внимание. Раньше я не обращал внимания на... Ты понимаешь, тебе чуйка говорит что? Да. Теперь ты понимаешь, на что основано, почему чуйка тебе говорит, потому что у человека поза меняется, у человека лицо меняется, у человека, ну, тоже какой-то более научный, что ли, который позволяет на что-то опираться, а не просто на свое ощущение. Мы с Сашей Молчановым в интервью обсуждали тему литературных негров. У тебя за сколько там лет 190 книг? 194. Это все собственного сочинения? Прямо все написал, все 190 книг? Ну, там есть авторство. есть авторство. У меня есть разные процессы для разных типов книг. Есть книги, которые я пишу от начала до конца. Вот, сажусь, как стандартный способ написать. Сажусь, кусочек написал, потом еще кусочек написал, и так 200 раз из них получается книга. Есть способ, когда я беру какой-то тренинг, я веду тренинг, беру два дня контента и дальше отдаю его в конвейер. То есть, у меня кто-то это все вбивает в текст. Транскрибация, да? Транскрибация. Потом, следующим проходом кто-то другой, какой-то копии-эдитор, вычищает оттуда разговорный язык. А, привет, вот это все нафиг. И потом мне возвращается уже причесанный текст, не очень разговорный. И я его уже доделываю, переписываю, чтобы получилась удобно читаемая книга. Ну вот, прошлые 4 месяца я ничего особо сильно не писал, то есть, это не было моей главной задачей. 4 книги вышло. А зачем в принципе книги писать? Мне хочется, мне нравится. Я книжный червь. Я читаю много, я читаю минимум книгу в день, часто больше. Я конспектирую много. У меня библиотека конспектов самая большая в Рунете. книговдень.ру у меня, причем в библиотеке больше книг, чем у всех конкурентов вместе взятых. Мы законспектировали. Книги это мое. Выступать, у меня не было такого дара к выступлениям, это наработанный навык. Языком болтать это пришло. А вот книги это с детства мое. Я в 3 года уже в библиотеку ходил. У меня в 3 года. Мне еще 4 не было, мне папа в библиотеку записал. Это родители, то есть, эту историю привели? Ну да. А кто они? У меня династия. У меня папа преподавал сначала в Орле, потом мы в Москву переехали в строительном университете преподавал. Мама преподавала в Орле, в ней работала, преподавала. Один из советов, который мне очень зашел в свое время, это общение делить на 3 уровня. Необходимо треть времени тратить с людьми, которые твоего уровня, потому что обратная связь друг другу на уровне дается, что вы растете вместе, вы можете как-то посопереживать и так далее. Треть с людьми, которые выше тебя, чтобы у тебя было к кому стремиться, было куда реализовываться и ты понимал, что вот следующий шаг куда. И треть с людьми, которые ниже тебя по уровню, чтобы ты корни не отрывал. Я тогда порекомендую стать YouTube-блогером, потому что у меня получается где-то так. Что обычно пишешь? Удачи и успехов. Потому что и то, и то важно. Удачи – это то, что не всегда от тебя зависит. А успех – это прямой результат твоих действий. То есть, может быть, успех без удачи? Может быть, да. Есть такие люди, которые вот через тернии их звездам. Вот они в Канаде много и в Америке много, допустим, китайцев, корейцев, которые не сильно у них, они не сильно головастые, но они берут усидчивостью. Они могут 16 часов сидеть, решать задачу, решать, решать, пока ее не решат. И вот это успех, но без удачи. Это не наш путь. Нам нужно побыстрее и поэффективнее. В трансформации еще одна такая вещь есть. Нельзя перепрыгивать ступеньки. Ты когда перепрыгиваешь, ты шлепаешься вниз. Всегда. А ты когда идешь поступенчато, занял территорию, освоил территорию, занял территорию, освоил территорию. Откатов нет. Оно безоткатно. Поэтому лучше потратить больше времени. Оказывается, что длинный способ он самый короткий. Самая сильная медитация это динамическая медитация в беге. Когда у тебя мозг отключается километров через пять, потому что уже все. То есть дыхалка выходит на ритм и вот до пяти ты можешь на силе воли бежать. Думать о чем-то и все. Где-то через пять у тебя мозги отключаются и через какое-то время включается внешний поток. И вот эти мысли самые интересные. Какие-то любимые места для бега? Да. Самое крутое было в Токио, когда в Кугосветку уехал. В Ремисакова или без? Это до этого еще было. Я делал себе Кугосветку короткую. 15 дней. У меня был Нью-Йорк, Торонто, Токио, Киото, Гуанчжоу, Москва. Такое получилось интересное, насыщенное перелетами две недели путешествия. В Токио было потрясающе бегать. Ты бегаешь и там реально другая вселенная. Другая логика, другая вселенная. Вообще путешествие, я считаю, одно из необходимых вещей для человека. Потому что ты когда себя выпихиваешь в другую среду, где язык другой, все другое, еще лучше, когда в иероглифах, то есть у тебя голове не за что зацепиться, то даже делать бытовые вещи, ну типа что поесть, где позавтракать. Мозг должен работать в турбо-режиме. Он не может по рельсам, по стандартам поехать. И в этом разогнанном режиме, когда ты начинаешь думать про свой бизнес и про свою жизнь, у тебя приходит гораздо больше инсайтов и все становится понятнее, чем когда ты сидишь дома и делаешь рутинные вещи. На этом все. А теперь конкурс. Сегодня мы разыгрываем три книги авторства Андрея Парабиома с его личным автографом. И это книги 10 лучших книг по инфобизнесу. Я так понимаю, это концентрат этих самых 10 книг. Вторая это продажи со сцены. И третья 99 законов привлечения денег. Друзья, что нужно сделать, чтобы выиграть одну из этих книг? Это, собственно, поставить лайк этому видео. Обязательно проверить, подписаны вы на канал или нет. Если нет, подписаться и включить колокольчик. Вот это очень важно, потому что YouTube негодник такой. Не всем моим подписчикам рассказывает о том, что выходят свежие выпуски French TV. Поэтому, если не хотите пропустить, если вам понравилось, то, пожалуйста, включите колокольчик. Это, ну правда, не очень сложно, но очень будет полезно и приятно, конечно же, для нас. Ну и, конечно же, нужно написать комментарий. Я решил не ограничить вас сегодня какой-то одной темой, предложить сразу две. Сегодня говорили мы о страхах. Андрей рассказал о своем опыте. Я хотел бы, чтобы вы поделились своим. Какие были страхи у вас, с которыми вы боролись, которые преодолели, и были ли там какие-то призы, как говорил Андрей. А если же вам о своих страхах говорить боязно, то у меня есть для вас вторая тема. Давайте поможем Андрею закончить книгу «Гид по дешевым понтам». Расскажите о том, как вы дешево, но эффективно понтовались. Поделитесь своим опытом. Я думаю, это будет полезно для молодых предпринимателей и не только. На этом все. Увидимся с вами уже очень скоро. Это French TV. До встречи. Пока. А, друзья, не забывайте о нашем челлендже «Мое лицо после тренинга». Субтитры сделал DimaTorzok